Украина больше неинтересна Вашингтону. Куда делись американские кураторы? Украина больше неинтересна Вашингтону. Куда делись американские кураторы? 8 часов 29 августа 2019 года РИА Новости, Стрингер, участники марша защитников Украины в Киеве. РИА Новости, Стрингер. Москва, 29 авк РИА Новости, Антон Лисицын. Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, покинувший Украину из-за уголовного преследования, заявил, что Петр Порошенко исполнял волю определенных лиц из Вашингтона, а правоохранительные органы контролировались американскими кураторами. Но ситуация изменилась, и политики США уже не хотят заниматься проблемами Киева. Под контролем Газдепа. Национальным антикоррупционным бюро Украины, НАБУ, фактически руководили из Вашингтона, сообщил в интервью украинскому телеканалу Онищенко. Это бюро создавалось как параллельная МВД и СБУ структура. У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей. Она непосредственно подчинялась Газдепу и контролировала НАБУ, утверждает Онищенко. По его словам, именно Гринвей несколько лет назад намекала, что ему не стоит выступать против Порошенко, если он хочет скорейшего прекращения уголовного дела. Онищенко тогда вменяли экономические преступления, поэтому он и покинул страну. РИА Новости – пресс-служба президента Украины. Посел США на Украине Марий Иванович. Украинская государственная машина отторгала навязанных извне силовиков. Вся история сосуществования старых и новых правоохранительных органов – непрерывная очереда конфликтов. В 2017-м Вашингтону даже пришлось мирить НАБУ и Генеральную прокуратуру. Дело было так. Сотрудники СБУ с санкцией надзорного ведомства задержали работника антикоррупционного бюро, который якобы предлагал взятку чиновницы. Генеральный прокурор Юрий Луценко громил конкурентов из НАБУ через прессу. «Думаю, никто в нашей стране не хотел бы, чтобы агенты месяцами пробовали выдавить с помощью водки, секса или наркотиков те или иные слова из кого-либо», – обличал провокаторов глава ГПУ. В НАБУ отвечали, что это была не провокация, а спецоперация. Развоевавшихся силовиков двух контуров попытались успокоить американские кураторы. Но не слишком удачно в мае 2018-го детективы НАБУ задержали майора СБУ с пакетами белого вещества, боеприпасами и номерами с чужих автомобилей. Обвинили во взятке. Потом отпустили. РИА Новости. Михаил Маркиф, Петр Порошенко. Слева, в Киеве, сотрудники управления специальных операций НАБУ принимают присягу в общем. Параллельный контур силовых структур для контроля украинских элит наглухо увяз в реалиях постсоветской республики. Порошенко. Лайт. Вашингтон демонстрирует, что готов налаживать конструктивные отношения с новым главой государства Владимиром Зеленским. Дональд Трамп планирует встретиться с ним в Варшаве в рамках мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Киев. Политтехнолог, бывший депутат Одесского горсовета Игорь Дмитриев сомневается в дальнейшей поддержке Порошенко Вашингтоном. Американцы будут прагматично работать с восходящим трендом, нисходящей. В данном случае Порошенко уже не так актуален. Проигравших сливают. Задача кураторов сохранить контроль над страной, а не спасение провалившейся команды Порошенко. Собеседник Крия новости подчеркивает. Партия «Слуга народа» очень разнородная структура, собранная перед выборами. И внутри нее уже есть представители Вашингтона, из так называемых гран-тоидских структур. Несколько ключевых фигур, связанных с США, займут посты в правительстве. Так что внешняя политика пойдет в формате Порошенко. Лайт. РИА новости. Пресс-служба президента Украины. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года. Кризис в отношениях Киева и Вашингтона возник из-за того, что большая часть украинской элиты в период президентских выборов в США встала не на ту сторону, добавляет эксперт. Клинтон была уверена в победе, в Киеве тоже в этом не сомневались. Там собрали и передали демократам из-за штаба Клинтон большую часть компромата на политтехнолога Пола Манафорта, якобы связанного с бывшим президентом Виктором Януковичем. Но США возглавил другой человек, уровень управления Украиной снизился и Белому дому, и Газдепу эта страна уже не так интересна, как прежде. А Трамп не забыл, что в Киеве остались те, кто хотел помешать его избранию. То есть Украина теперь без внешнего управления и надзора, делает вывод Дробницкий. И это настоящий кошмар для элиты. Они не понимают, что делать и чего от них ждут в складывающейся обстановке.